Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Ну что, я сконцентрировался где-то на трех вещах. Это сейчас, в данный момент, так как я там то, что хотел, прошел для себя. И закончил в этом направлении работать, я сосредоточился на травнике, делаю кое-что до этого было сделано, но я дополняю. Вообще-то это сырой материал, мне предстоит сравнить еще много различных источников, что-то дополнить, уяснить для себя. И что касается травм, я же не просто описываю, а сейчас такие травы идут, которые я пытаюсь использовать, дабы, дабы. Знаете, не просто вот что-то написать, мол чистотел, он знаете, о, он такой-сякой, а самому опробовать, что, что, как, чтобы это как-то получилось. Чтобы знания не просто были какая-то теория и знания ради знания, а знания ради практического применения и получения пользы. Вот основная моя цель. Поэтому я все тщательно прохожу для себя. То есть это первое, я сконцентрировался. Далее я начинаю. В творческом плане я все говорил. Один альбом я сделал. А сейчас я... Субтитры сделал DimaTorzok Ну и так далее. То есть в этом плане, это у меня была часть старого, недоконченного. Это я пытаюсь сделать, пытаюсь докончить это произведение. Ну и дальше, и дальше, так сказать. Травник сосредоточился. Далее я втягиваюсь теперь в сочинительство музыки. Тема интересная для меня. И, естественно, буду продолжать заниматься гравитационной гимнастикой. Ну вот, вот, вот так вот. Три вещи. Итак, знаете, такой кратенький, конечно, отчет. Чем я занимаюсь. Итак, чистотел большой. Естественно, все будет так более-менее кратко. Кратко. Потому что это сырой материал. Но, тем не менее, кое-какие вещи будут. Чистотел большой. Кстати, вот чистотел большой, он называется там челедониум. Челедониум. И самое интересное, знаете, вот понимать, откуда это, ну там, вид дудольного растения, рода чистотела и так далее. Каледониум, вот название, да. Семейство маковые. То есть, имеет вот эти вот сходства или вещества, которые содержатся в маковых. Мотаем себе на ус. Кстати, челедониум, что такое челедониум, вот называется. Название чистотел происходит от древнегреческого челедон ласточка. Отсюда общее название ласточкин корень называется. А вот почему ласточка? Это мы немножечко туда дальше, да сейчас и скажем, что-то дальше. А оказывается, древние люди были очень наблюдательны, и они заметили такую вещь. Значит, когда птенцы ласточек были слепые, или что-то у них там получалось с глазами, то ли не прорезывались, то ли не слепые, ласточки, оказывается, приносили веточки чистотела в гнездо, и вот как-то там, не хочу сказать, что смазывали. Ну, получалось так, что птенец там лазил, невольно там соприкасался с этим растением, и у него, значит, глазки прорезывались, либо же он прозревал птенец. Смотрите, распространен чистотел по всей России, даже был завезен колонизаторами в Америку в 1672 году, как лекарство от борода. Да, кстати, чистотел имеет много вообще названий. Вот чистотел, название, это он получил потому, что в нем там купали детей, применяли для сведения вот этих вот бородавок, то есть было замечено, что эта трава, ну, прекрасно очищает тело от разного рода, там, вот таких бородавок, там, какой-то там сыпь и так далее. Вот видите, как лекарство от бородавок его туда завезли. Значит, сбор, сбор, все идет, и трава, и сок, и корни, что, что, как. И вот теперь, теперь познакомимся с химическим составом. Вот за счет чего он обладает такими свойствами. В первую очередь, чистотел это ядовитое растение, которое содержит там особые алкалоиды, близкие по строению к алкалоидам опия. А опия откуда мы берем? Естественно, из мака мы берем. Видите, как это все переплетается. Так вот, в чистотеле находится свыше 20 алкалоидов. Естественно, алкалоиды, слово алкалоиды, оно и для меня ничего не значило. Поэтому пришлось мне себя образовывать. А что такое алкалоиды? Алкалоиды растений играют важную роль в защите растений от вредителей. грибков, вирусов, бактерий и так далее. То есть то, что и нас живет. И любых других факторов внешней среды, способных нанести вред растению. Они могут быть ядовитыми для насекомых, животных и даже человека. Что помогает растениям выживать в конкурентной среде. Для чего, как бы сказать, это вся защита. Алкалоиды растений могут оказывать стимулирующее, успокаивающее, антибактериально, противовоспалительно, антиоксидантно и другие эффекты на организм человека и животных. Кстати, на основе смеси алкалоидов чистотела изготавливается цитотоксический препарат Украин, применяемый в лечении злокачественных заболеваний. Цито-клетка и токсический, значит, отравляющий клетку. Свыше 20 алкалоидов. Значит, ну какие там? Вот названия, конечно, мне ни о чем не говорят. Но тем не менее, что они делают? Хелидонин. Алкалоид, близкий по строению к папавирину и морфину. Гомухолидонин. Судорожный яд, сильный местный анестетик. Обезболивающий. Хелеритрин. Обладает местно раздражающим действием. Сангвинарин. Оказывает кратковременное наркотическое действие с последующим развитием стрихиноподобных судорах. Возмуждает перистальтику кишечника и секрецию слюны. Местно вызывает раздражение с последующей анестезией. Протопин уменьшает реактивность вегетативной нервной системы. Тонизирует гладкую мускулатуру маткую. Мне пришлось разобрать реактивность. Что такое реактивность? То есть, как бы сказать, он понижает ее активность, восприимчивость. То есть, своеобразное успокоение вегетативной нервной системы. Я так понял. Далее. В чистотеле обнаружили эфирные масла, много аскорбиновой кислоты и так далее. Смолистая. Высушивание не уничтожает ядовитых свойств чистотела большого, вызывающих гунетини и паралит центральной нервной системы. Так. И вот еще. Смотрите. Интересная вещь. Тут вот эти алкалоиды и так называемый вот этот алкалоид. Там, значит, хилидонин, а это хинолин. А это из-за хинолиновой алкалоиды. Что такое? Что такое это за вещества? Понимать. Оказывается, являются азотоаналогами нафталина. А теперь вопрос, что такое нафталин. Я-то знаю, помню еще. В детстве щупал его, нюхал его. Нафталин обладает сильными антисептическими свойствами, применяется в хирургии как дезинфицирующее средство. Главным образом помогает при болезнях кишечника, катаре мочевого пузыря, противоглистов, при брюшном тифе и как жаропонижающее. Значит, узнали, что входит для себя, узнали, что входит в это растение. И дальше переходим к свойствам. Свойства. Согласно описанию древних целителей, чистотел называют ласточкиным лекарством. Ну, как я вам сказал, мол, когда птенец слепнет в гнезде или надо глазки там прорезать, ласточка приносит две веточки чистотела гнездой, и птенец прозревает. То есть птенцы тоже рождаются с закрытыми глазами, там они же не сразу все там открывается. Все потихонечку, то есть возможно для того, чтобы вот эти глаза прорезывались. О целебных свойствах чистотела уже знали древние римляне. После них, естественно, в средние века там Авиценна рассказывала чистотелы. Амирдалет Амасиац, знаменитейший врач армянской средневековья, также говорил, что он делает. Вот он говорил, что природа его горяча и суха во второй степени. То есть это горяча. Он, если взять человека, он, значит, туда добавляет теплоты и высушивает тело. То есть как бы жар высушиваешь. И довольно так сильно действует. Вторая степень. Так, обладает очищающими и промывающими свойствами. Если вести в глаз, то обострит зрение и выведет бельно. Открывает закупорку печени. Делает обильный мочеиспускание. О чем я начал его применять. И я это самое уже могу вам подтвердить на своем примере. Значит, раз, я его там принял. Как принял это, пускай будет для вас секретом. Потому что идет, так сказать, экспериментальная часть на себе. Потом, конечно, я могу рассказать. И действительно, мочеоделение значительно участилось. Очищает ногти от белых пятен. Вылечивает проказу и растрескивание ногтя. Помогает при зубной боли. Закапать в ухо, то поможет при ушной боли. А, естественно, ушная боль возникает от чего? Инфекция. А мы уже знаем, что вещества, которые содержатся в чистотеле, они как раз подавляются, это дело, да? Помогает при болезнях слизи и желтухи. Помогает при экземе зуди. А ведь цена тут взял. Как, как, что, что, это самое. Если помазать им язвы, то высушит их. Поможет при экземе, если смазать. Так, дальше. Применение. Вот теперь применение. Смотрите. В зависимости от применения он получал и название. Значит, в первом случае, допустим, как лекарство у ласточек. Ласточкин корень, да, открывающий глаза. Далее. Во тваре по деревням купали детишек для снятия чесотки из золотухи. Кстати, золотуха это не такое уж простое заболевание. А это поражение кожи, опять-таки, какой-то микробной заразой. Почему его применяли, да? Значит, он делает тело чистым. Отсюда название чистотел. С помощью чистотела наружно лечили кожный туберкулез, волчанку, плохо заживающие раны, экземы, бородавки, мозоли, лишаин. С помощью приема унутр избавлялись от заболеваний печени и желчного пузыря, желтухи и желчных камней. Так что у лекарей он слыл как желтушник. И цветочек его желтый, и оказывается, оно еще прекрасно способствует для печени. То есть, теперь я вам так подсказываю. Вот у вас плохо работает печень. А печень, как правило, после 40-летнего возраста, она уже, естественно, подседает. И вот для того, чтобы, знаете, мы очищаем, так сказать, хорошо, что профилактически с помощью вот этих очистительных процедур масла, лимонный сок. Но, знаете, на тонком этим бактериальном уровне, вот именно на, так сказать, на тонком клеточном уровне, чтобы печеночку очистить. Вот как раз тут и подойдет желтушник, то есть, чистотел, да, применять. Так, его соком собранных из корней сводили весь ножки, бородавки из корней. Видите, большинство применяют сок из этих самых, из стебельков. Срезали, и там сразу же выступает. Так, прозвище бородавник. Досталось растению как раз за это наружное употребление. Видите, его же и бородавником называли. Прозорником чистотел называют из-за применения от болезней глаз. Даже такое, желтомолочник, еще и желтомолочником его называли. Ну, когда, ты знаешь, это желтенькое, как бы молочко выделяется. Заменяли йод. Более того, значит, чистотелом парили крынки и горшки, чтобы молоко не скысало. Окуривали скот от падежа. Это обусловлено наличием в растении ряда биологически активных веществ, обладающих противомикробными, противоопухолями, противовирусными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. И еще там, еще там есть, да? Особенно показан чистотел при предраковых состояниях после операции по поводу злокачественной опухоли задерживает рост метастазов. Ну так. Значит, эффективны при холеститистах, холонгитах, подагре, ревматизме, геморрои, коклюши, бронхиальной астме. И пошло дальше, поехал. Настой. Одна столовая ложка цветущей травы. Как раз она сейчас вот где-то в это все пойдет. На стакан кипятка настоять один час. Лучше все это делать в термосе. Пить по одной трети стакана раза в день. Пить при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. При лечении невроза, ветососудистой дистонии, та-та-та-та-та. То же самое. При бронхиальной астме. Коклюши, настой с цветками по одной трети стакана, три-четыре раза в день. Ну, как уже это. При полипах носоглотки получат нос и горло. Настойом травы чистотела с травой ромашки один к одному. Столовую ложку смеси заливают стаканом кипятка, наставят два часа. Опять-таки еще раз повторю. Лучше все это в термосе делать. Это вот все эти были, как бы сказать, рецепты даны тогда, когда термосов и в помине не было. Значит, два часа проводят полоскание три-четыре раза в день. Отвар, ну, тут уже больше. Тридцать грамм травы заливают 0,5 литрами кипятка. Кипятят пять минут, настаивают сорок пять минут. Опять-таки, лучше все это в термосе пьют. По одной-второй стакану три раза в день. За пятнадцать минут до еды. Итак, применяют при аминореи и сиферисе. Вот так-то. Наружно применяют, значит, экзема, дерматит. Используют ванночки с настоем чистотела из расчета 10 граммов на 100 мл кипятка с последующим охлаждением. Как правило, зуд уменьшается и так далее. Как наружное средство чистотел хорошо действует при раке кожи, псориазе, красной волчанке, бородавках, мозолях. Принимают его с хорошими показателями при полинозе, гортоне и кишечнике. При лечении прыщей, как там применяют, ванны, настой для наружного применения. Опять-таки, настой тут уже был, это надо будет удалить. Значит, сок для удаления бородавок чистотела используют, сухих мозолей, папиллом и других кожных образований. Как приготовить сок чистотела? При раке кожи ежедневно 3 раза в день смазывают кожу чистым, свежим соком травы. При мастите соком чистотела смазывают зону воспаления 3-4 раза в день. Сок чистотела примерно 1-2 грамма берут, но 1-2 миллилитра смешивают с водой, допустим, с кипяточком на 100 грамм хотя бы. Туда добавляют мёд и пьют это как болеутоляющее, успокаивающее и слабительное средство. При онкологических заболеваниях пьют там по схеме и так далее. Не будем говорить это, кто-кто будет интересоваться. Спиртовая настойка, что-чо-как. Рекомендуется применять при фиброме и фибромеоме матки. Как сделать всё это? Написано отвар корней чистотела, припьют при дизентерии по 1-2 столовые ложки 3 раза в день. Мазь! При лечении псориаза, экземы, мозоли, папиллом бородавок, волчанки готовят мазь из порошка травы чистотела с вазелином или несолёным сливочным маслом из расчёта 1 к 1. И смазывают поражённые участки 2-3 раза в день. Эту же массу и сок чистотела применяют при лечении онкологических заболеваний кожи. Для лечения долго не заживающих язв, в том числе и злокачественных, предлагается использовать массу уже сложную. Трава чистотела 2 части, трава ровсянки, она же называется мухолука 1 часть, зацветающие в верхушке зверобоя 2 части, цветы календола 1 часть, всё тщательно смешивают, растирают, добавляют подсолнечное масло, смазывают поражённые места. В этой мази квас Болотова на чистотеле. Как готовить, подробно всё описано и так далее. Вот многие говорят, что чистотел это ядовитое растение, в котором помимо яда содержится ряд других полезных веществ. Так вот, народный целитель Борис Болотов нашёл способ, как нейтрализовать ядовитые свойства и сохранить целебное. Он говорит, что в процессе ферментизации, который происходит при приготовлении кваса, ядовитые свойства чистотела разрушаются, а полезные остаются. Многочисленные примеры подтвердили это. И я пил, и готовил этот квас, другие люди пили, готовили. То есть, масса людей пропила этот квас. Некоторые говорят, о, да там отравитесь. Ничего подобного. Куча уже людей пила квас и как-то более-менее хорошо себя чувствует. Значит, что они говорят. Многочисленные примеры подтвердили полезность этого кваса. И в результате применения, примерно через месяц вот этого кваса Болотова на чистотеле, у человека очищаются, ну, как говорят, все слизистые оболочки кишечника, лимфатическая система и внутренние органы. Кожа становится гладкой, исчезают бородавки, наросты, дерматит и иные воспаления. Рецепт приготовления, все, тара-та-та-та-та, есть, так, 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 так. Ну, еще можно так добавить. Что же дает прием этого кваса? Улучшение пищеварения, при гастрите язвей желудка, панкреатите, холистиците, гепатите, энтероколите, дисбактериозы. Улучшение дыхательной системы при хроническом бронхите. Нозофарингите. Ох, какие тут эти. Простудных заболеваний. Поможет при женских заболеваниях, херозии матки, кистах яичников. Многие спрашивают, а вот что с кистой там делать? Вот, пожалуйста. Видите, вот эта крупиночка лежит здесь и вас ждет. Вот, потому что многие спрашивают, а вот у меня киста то в почках, то еще что-то, она и там поможет. Молочницы, мастопатии, бесплодии, очищение кожи от бородавок, экземы, псориаза, фрункулеза, лишая и герпес. Герпес, ох, герпес. Так, восстановление сустава и позвоночника при ревматизме, подагре, ассихондрозе, артрозах, при разного рода инфекциях, ногтевом грибке, болезнях полости рта, стоматите, гингивите. Кстати, вот опять-таки мы грибок там используем и ту, и сую, и пятое, и десятое. И иногда используем, вот, ну, кто-то говорит, вот я использую там средства, там, противопаразитарные, ну, допустим, яблочный уксус помогает на раз хорошо, а другой использует, оно что-то не помогает. То есть, важно понимать, что вот этот ногтевой грибок, он тоже какие-то разновидности свои имеет. И важно подобрать каждой вот разновидности. Вот вы попробовали яблочный уксус, ну, видите, в неделю что-то делаете, а никаких этих эффектов нет. Значит, меняйте другое средство, в частности, допустим, вот чистотел, квас из чистотела. Нет, это же, еще что-то там применяйте. Улучшение при мочеполовых инфекциях, при цистите, пиелонефрите, улучшение системы кровообращения, чистение сосудов от холестерина, нормализация артериального давления. Так, предупреждение метастазирования на ранних стадиях онкологических заболеваний. Гармонизация эндокринной системы, положительно влияет на нервную систему, снятие усталости, раздражительности, улучшение памяти. И в то же время квас Болотова на чистотеле противопоказан при беременности, грудном скармливании, детями до 12 лет. У кого имеется выраженная сердечная недостаточность, синокардия, мерцательная аритмия, гипертония третьей стадии. У кого имеются регулярные запоры. А почему? А потому что, помните, что он обладает высушивающими свойствами. То есть он может подсушивать слизистые оболочки и тем самым усугублять запоры. У кого регулярные запоры, понимаете? И при этом надо понимать, запоры бывают разные. Нервные заболевания и сахарный диабет первого и второго типа. В ванной с чистотелом. Когда лучше использовать? Да просто при псориазе. Что делается? Клизмы. Как делается? На курсах. Для избавления от полипов. Я уже рассказывал, что это была женщина, которая занималась в клубе Бодрость, у которой был вырост на ухе. И вот она как раз применила вот этот чистотел с помощью клизмы. Отпал этот рожок на ухе. И вышел полип. Как инсектицидное средство против вредителя растений. И противопоказания. При обращении с этим растением следует осторожность и осмотрительность. Ну и еще там какие-то. То, что я собрал, обработал, далеко не все. Уже этого вполне достаточно для того, чтобы вы знали об этом растении, что можно его применять и в каких целях. Это важно понимать. То есть мой кратенький отчет о проделанной работе. Дальше пойдет еще, значит, я немножко с чистотелом покопаюсь, у меня есть материал, надо обработать. И приступаем к другому растению.